Все складывалось удачно, было легко и приятно сдавать. Такие воспоминания остались от ЕГЭ по русскому языку у Анны Михнёвой, ведь она набрала максимальный балл. Добиться этого результата помогла учительница русского языка, которая проводила множество консультаций и дополнительных занятий. В дальнейшем выпускница хочет связать свою жизнь с лингвистикой. Во-первых, это работа с языками, потому что мне интересно изучать различные иностранные языки. А во-вторых, это, конечно, общение с людьми, и много узнаешь новых культур и всяких традиций. Это очень интересно. Анну, как и еще 13-11-классников, сдавших один из экзаменов на 100 баллов, чествовали на торжественном приеме у главы города. Один из них, Артем Агарков, сразу три экзамена сдал с максимальным результатом. Елена Лапушкина поздравила выпускников с успешным окончанием школы и вручила памятные подарки и медали за особые успехи в учении. Хочу, конечно, вам пожелать успехов. Я хочу пожелать вам, чтобы ваши мечты исполнялись и, конечно, быть благодарными своим родителям и своим педагогам, потому что и они вложили в ваш успех свою любовь, свою мудрость, свой опыт и всегда были рядом с вами и поддерживали. После награждения школьники задавали свои вопросы главе города. Они спрашивали о жизненном дивизе, о поддержке связи со школьными друзьями и об особенностях публичной жизни. Елена Лапушкина ответила на все вопросы, а сама поинтересовалась, куда они собираются поступать и посоветовала для дальнейшего обучения сделать выбор в пользу вузов Самарского региона. Напомним, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о выплате единоразовых пособий в 10 тысяч рублей новоиспеченным студентам региона. Завершая торжественный прием, глава города и выпускники сделали общую фотографию на память. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События.